В этот день, 16 декабря 1702 года, Петр Первый подписал указ об учреждении Первой русской печатной газеты «Ведомости». 16 декабря 1723 года император Петр Первый дал указание начать экспедицию на Мадагаскар. 16 декабря 1868 года вышло в свет первое издание романа «Война и мир Льва Толстого». 16 декабря 1898 года спектакль «Царь Федор Иоаннович» открылся в Московский художественный театр, еще не имевший собственного здания. В этот день, 16 декабря, родились Василий Кандинский, русский художник, основоположник мирового абстракционизма. Генерал Антон Деникин, один из лидеров Белого движения в гражданской войне в России. Генерал армии Николай Батутин, герой Советского Союза. Георгий Свиридов, композитор, автор всемирно известной сюиты «Время вперед». Георгий Свиридов, выдущийся пианист и композитор, родился в городе Фатеже, Курской губернии. Первые музыкальные произведения он написал в 20 лет, но настоящая известность ему пришла уже на 50-м году жизни, в 1964-м. Тогда на советские киноэкраны вышел кинофильм «Метель», в котором зазвучала музыка Свиридова. Будущий композитор родился в семье, не имевшей к музыке никакого отношения. Просто однажды мальчик заинтересовался звуками балалайки, освоил инструмент самоучкой, а в 14 лет поступил в Курскую музыкальную школу. С такой простой историей начался путь большого музыканта. Свиридов отправился в Ленинград, поступил в музыкальный техникум. После окончания техникума в 1935 году он на некоторое время вернулся в Курск, чтобы закончить цикл из шести романцев на слова Пушкина, полной отрешенности от внешнего мира. Эти романсы стали звучать по радио, тогда же профессионалы впервые обратили внимание на новый талант. В 1936 году Свиридов поступил в Ленинградскую консерваторию, а учителем у обычного курского паренька был уже кениальный Шостакович. В 1950-м годам у Свиридова сформировался свой особенный стиль. Очевидцы рассказывают, он считал, что именно зима лучше всего отображает русский характер. Стоит ли удивляться этим его ярким зимним произведением? В 1964 году он написал музыку к фильму «Метель» — экранизации повести Пушкина. В том же году он написал кантату «Снег идет» на стихи Бориса Пастернака, а также кантату «Курские песни», навеянную пейзажами родного края. Историки музыки считают, что цикл Свиридова «Курские песни» послужил началом новой фольклорной волны в советской музыке. Вскоре режиссер Михаил Швейцер предложил композитору написать сюиту для его будущего фильма «Время вперед» по повести Валентина Катаева. Георгий Свиридов вспоминал «И мне пришла в голову мысль сразу же, мелькнувшей в моей голове острой ритмической формулой сделать такую маленькую кинопанораму. В те годы я работал довольно быстро, и новую запись музыки, написанную без учета хронометрических мерок, мы сделали тут же». Для воплощения замысла композитора исполнять сюиту должен был симфонический оркестр. И чтобы не тратить много времени на репетиции и объяснения, на записи сольную партию фортепиано композитор сыграл сам. Реаль задавал нужный темп и вел за собой духовые инструменты, исполняющие главный мотив. Свиридов писал в дневнике «Швейцер сделал блестящую киноэкспликацию под эту музыку. Кадры были весьма разнообразны, и это тогда впечатляло. Это оказалось в полном смысле слово «находкой» швейцера, которую многие киноспециалисты позже изрядно начали эксплуатировать». Название сюиты было заимствовано у Маяковского. Валентин Катаев, автор повести, в названии использовал строки из пьесы Владимира Маяковского «Баня». В ее заключительной части звучит марш времени. «Взвивайся, песня рей моя, над маршем красных рот, вперед, время, время, вперед». Фрагмент, который так и назывался «Время вперед», и стал самым знаменитым из всей сюиты. Ее исполняли не только в СССР, эту мелодию можно было услышать в эфире западных радиостанций. Играли ее известные западные музыкальные коллективы. И современные музыканты говорят, что это произведение поражает своей экспрессией. В последние годы жизни Сверидов много болел, подводило сердце. Умер композитор 6 января 1998 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.